Передо мной встает очень трудная задача в очень короткий период времени дать вам представление о сложной системе средств мануального воздействия гирижера. Но, разумеется, я смогу остановиться только на наиболее важных и принципиальных положениях. Я не собираюсь вам читать лекцию. Разрешите мне все мои сообщения сделать в виде беседы, в которой я побанусь своими соображениями, своими знаниями, своим опытом. Дирижерское искусство до сих пор является каким-то загадочным искусством. До сих пор мы еще не имеем даже обстоятельного определения его. До сих пор средства мануального воздействия подразделяют на две как бы стороны. Это тактирование и второе, какой-то элемент воздействия гирижера. То есть, вернее, какая-то выразительная какая-то сторона гирижерского искусства. Причем, как это происходит, вот это воздействие, до сих пор объяснено не было еще. Для того, чтобы обучаться или учить гирижеру, конечно, нужно иметь хотя бы какое-то представление о том, что это такое. Ведь даже, чтобы водить машину, нужно хотя бы элементарно знать, как устроен механизм этой машины. Но гирижерами у нас часто преподают просто так. Вот меня учили так, я учу так, делаю вот таким образом. То есть, все перебивается с рук. Никакого обобщения не делается. Самое печальное в этом то, что по существу гирижера учит каким-то движением не стремятся развить в нем те качества, которые делают это движение подлинным гирижерским языком. А мы знаем, что в некоторых примерах выдающихся гирижеров мы видим буквально как бы разговор, который они ведут с оркестром своими руками. И не только разговор, но и какую-то силу воздействия. И вот если тактирование, понятно, что это такое, поскольку оно содержит ряд каких-то приемов, то вторую сторону вот этого воздействия часто приписывают каким-то волевым качествам, даже силе внушения. Ну, я не отвергаю возможности какого-то действительно днушения гирижера. Это дело психологии. Еще сознание человека не в полной мере объяснено. Но основа только на этом. Это значит закрыть дорогу осознанному какому-то развитию гирижерских качеств. Потому что если мы не знаем, какие качества гирижера влияют на его развитие техники, то мы не можем ничего развивать. Но состоятельное утверждение, что все дело в способностях. Конечно, способности необходимы в каждом виде искусства. Но способности проявляются всегда в действиях. Значит, нужно искать, как эти способности, каким образом они превращаются в подлинное гирижерское действие, которое может быть достаточным, чтобы руководить оркестром. И вот здесь мы должны прийти к следующему заключению. Что делает гирижер в своем распоряжении как будто бы какой-то узкий круг средств мануальных. Вот тактирование. И это тактирование превращается в магическое действие гирижера. Какие?